всем огромное спасибо что пришли очень приятно что у вас так много сегодня я бы хотела начать не с вопросов а именно с тема которая очень многих волнует очень многих триггерит которые очень многие свои жизни насильственным образом выпихивают потому что не могут это признать это тема денег финансов и когда вы приходите особенно на такие марафоны да вы видите что 90 процентов людей вот они все-таки благостны они милые они хорошие и они идут все в отрицание финансов нам деньги не нужны нам вот мы такие благостные мы можем без денег но при этом они например добираются до какого-нибудь там очередного феста на попутках не задумываясь о том что они тратят ту денежную энергию которая есть у того человека который везет на своем транспорте за свой счет они живут у кого-то который оплачивает жилье какое-то они питаются тем что не отдают эти люди идут сразу же в минусовку в долг берут тогда это всегда в кредит энергия в кредит то есть вы все время берете то чего вам не принадлежит объясняя себе тем что мы такие вот благостные нам это ничего не нужно 20 можно потому что потом ребята будут посмотреть вот записи будет если я замолчал и если у вас то есть что такое денежная энергия денежная энергия это ваша сексуальность сексуальность не про вот этот физические терки да а сексуальность это когда мы вчера с вами разговаривали когда женщины мужчины переполняют вот это вот их самой вот это их целостность и через переполнение любой они вытекают следующего себя ребенка вот это вот есть сексуарность сексуально есть во всем сексуальность есть движение сексуальность есть словах вам в ритме в танце но это сексуальная Segments и тогда когда вы не отрицаете грань самого себя грант именно той энергии как то на которой вы сами закручиваете что такое сексуальная энергия сексуальная энергия это как раз восприятие энергетического поля земли то есть деньги это не бумажки это всего лишь проявление вот на данном этапе где мы сейчас живем это всего лишь проявление вашей энергии которую вот вы для удобства самому себе упаковали вот в эти денежные ресурсы то есть это могут быть шуршалки которым мы привыкли да это могут быть сейчас это уже электронные деньги но неважно это все равно энергии то есть вы же не воспринимаете вы же не говорите что вот электронные деньги я готов а вот бумажные деньги нет деньги это всего лишь энергия и как вы будете к этому относиться так она и будет и вот мы вчера говорили с вами что некоторые люди говорят а как мне заработать никак нельзя заработать себе деньги никогда когда вы зарабатываете себе вы себя сверлом просверливаете то есть вы идете на энергетический поток не вверх а вниз вы себя как гвоздь туда вбиваете и вы уже никчемный элемент становитесь сколько бы вы денег не зарабатывали столько вы будете абсолютно несчастным для самого себя всегда когда мы говорим то есть я это буду прям ребятам давать вот эти вот схемы восприятия себя в этих ресурсах на марафоне по моему марку на меня называется деньги это просто что-то такое вы всегда знать должны знать сколько вы готовы отдать в месяц не взять отдать вы пишете себе список я готов отдать вот на это там на аренду квартиры на аренду жилья на учебу детей внуков себя на какие-то еще процессы сколько вы готовы отдать на этот этого сумма выходит это просто та сумма которую вы готовы с легкостью отдать в этом месяце и после этого у вас приходит эта сумма но приходит она не потому что вы лежите на диване то есть наше тело это наш проводник в эту плотность в эту реальность тело всегда дано для движения то есть когда люди удивляются что папа как не спишь и как два часа это как так можно там два часа 20 или вообще не спать потому что тело в принципе но в определенных своих процессах когда вы убираете какие-то когда на облегчаете свой образ жизни на это так назовем ваше тело не нуждается в перри перезагрузки она нуждается в постоянном движении постоянной энергии и когда вы наметили цель то вы к ней идете но идете не через эскезу не идете что я все равно этого добью чтобы мне это не стоило а идете в легкости видят все что происходит вокруг вас то есть вам например нужно вы понимаете что вам нужно заработать какую-то определенную сумму и вы знаете что у вас есть работа есть любимое дело вот любимое дело это чаще всего не то чем вы любите заниматься если вы своему любимому делу глубоко прислушаетесь всем своим телом то в 90 процентах случаях любимое дело это всего лишь тот аспект который вас выдергивает из повседневки это тот триггер через который вы понимаете что вы уделили время самому себе но чаще всего любимое дело она заключается в очень простых делах в очень простых вещах это когда у меня была девочка и вы с ней как раз прорабатывали вот это вот денежную грань она ведь я не умею зарабатывать я знаю что вот мне вот хочется и вот здесь помочь и здесь помочь еще помогать что вы знаете да что это тоже состояние важность я не умею вот у меня есть любимое дело я люблю там бисером бисером она плела там какие-то сумочки еще что-то но я игорь тоже не умею продавать и когда мы с ней начали разговаривать что она любит что и приносит вот именно саму себя в чем она может проявляться как она это просто оказалось то что она любит проводить время с детьми и это не просто провождение время с детьми она становится именно в их поле они переходят к ней в поле и это такая гармония получилась она говорит ну как это же вот я же не могу просто так с детьми находиться и в результате это было где-то примерно полтора года назад у нее сейчас своя система по образованию детей я не буду их назвать пока у нее своя система у нее своих уже несколько детских садиков у нее открылась в этом году уже первая школа и она по финансам себе уже во многом не отказывает но это не потому что она стала вот какой-то другой это потому что она пришла к себе той какой она была изначально если вы любите чем-то заниматься а но вот это дело если вы действительно любите любите себя в том состоянии когда делаете определенный процесс то этот процесс из любви к себе он не может вас угнетать никогда он вас всегда выведет на определенный уровень то есть я не говорю что нужно сейчас бросать работаете заниматься любимым делом не в коем случае все постепенно и постепенно узнавать себя это следят или переходить к этим действиям но это постепенно если вы работаете на той работе которой вы знаете что она приносит просто хорошие деньги и вам не очень приятно на ней находиться то она всю вашу жизнь бы приносить просто хорошие деньги не вам вы их не будете иметь вы все время бутери получаете не будете понимать, куда вы потратили эти деньги, не важно, сколько их будет. Они будут просто как вода сквозь пальцы утекать у вас. И вот это состояние на отдачу, когда вы его в себе воспитаете, абсолютно неважно, какие суммы будут к вам приходить. То есть у нас на сегодняшний день у нас есть такой запрос, что мы хотим отдать на построить большой спортивный центр в определенном месте. Там понятно, что там нужны достаточно, в общепринятых пониманиях, достаточно большие деньги. Это даже не миллионы, это больше, чем миллионы. Но это не для того, чтобы разбогатеть, это для того, чтобы были бесплатные какие-то открытые площадки, это какие-то были закрытые помещения. Но это для того, чтобы люди могли там находиться и там могли через свое тело начинать чувствовать себя. Это будет не просто спортивный какой-то центр, это будет центр с определенными практиками. Кто может, тот будет, будут приходить мастера, любые мастера, которые себя будут зарекомендовать. Это будет тот центр, почему-то, которого нет нигде, ни в России, ни за рубежом. И если он действительно имеет место быть, если действительно то, что мы хотим, у людей есть на это запросы, то он реализуется. И когда мы начнем идти через задачу себя, то мы будем всегда отдавать. То есть смотрите, у меня, если у меня кто-нибудь спросит, вот, а есть ли у тебя деньги? У меня никогда нет денег, потому что у меня вообще в принципе никогда нет денег. Но у меня всегда есть деньги на определенные... То есть я всегда срабатываю как как связующим звеном между тем, что мне дали, и тем, куда я отдам. То есть они у меня как право не задержаны, но они все время как вот так раз, и через меня они прошли. Не важно, какие суммы. И в месяц сходят достаточно большие суммы, но они не для меня. И мне точно так же, как и вам, сами деньги, как деньги, не нужны. И если вы осознаете, что вы готовы быть на вот таком-то пути проводником, каким-то денежным ресурсом, то они вас обязательно будут. И мы очень глубоко рассмотрим эту тему в марафоне. И теперь мы вопросы по любым темам. Получается, деньги как поток. Они должны не застаиваться быть болотом, а течением. Конечно. То есть их надо отдавать легко и благодарить, и благо получать. Да, у нас же очень многие не могут, не умеют получать. Когда им, например, даешь там за что-то от сердца, они говорят, ой, да ладно, да я нет. Не за что, не за что, не надо. Нет, давай договорю. Если даешь какую-то сумму, неважно, тебе кто-то сделал приятно. Просто вот мне иногда хочется, вот, например, там вот у нас организатор, да, замечательная Олесичка, которая за всеми смотрит и следит. Но это же не ей на зарплату, не ей чтобы что-то, а просто как благодарность. И есть люди, которые не умеют принимать эту благодарность. И когда вы не умеете принимать благодарность, вы не умеете и отдавать. Вам кажется, что вы отдаёте благостью, а по факту вы отдаёте, чтобы поставить себе галочку. Но это у вас так внутри глубоко сидит. когда вы не умеете принимать денежные средства вы не умеете отдавать вы будете либо экономить либо будете кому-то отдали узнаете есть такой вот я всем помогаю а они этого не цели это про важность самого себя вы не отдали вы дали в долг кому-то долг не просил вы идете на разрушение себя вы и себя на разрушение надо вы себя разрушаете что вы человека против его воли в долговую энергетическую яму посудили и сами на себя взяли обременение быть вот этим кредитором энергия то же самое когда не горькой нет я вообще с легкостью отдаю вот я отдаю и родственникам я даю этому я даю летом если вы загляните глубоко немножко глубже себя вы всегда от них ждете иначе вы бы даже вот эта мысль у вас бы даже не сквозь ли мысль всплывает если вы ее эту мысль мыслите что вы кому-то дали вас она в голове находится значит вы всегда хотите чтобы вас за это как-то отблагодарили вы всегда встаете в позицию кредитора энергия вашей идет вниз научайтесь отдавать с благостью и принимать с удовольствием и благости и тогда только у вас закрутится этот энергообмен это касается комплиментов это не только финансов комплиментов это касается каких-то нареканий это касается всего то есть если вам человек что-то сказал грубо вот мне например сказал там такая страшная толстая лохматая в общем много мне чего говорят я это принимаю с огромной благостью не потому что я такая вот во все принять и я понимаю что это как бы да я сработала и сделал свою миссию я вскрыла его то есть из него это вышло и это клёво но то что он сказал мне это его видение меня это же ко мне не относится не я такая а его видение его восприятия меня а правда что мы все жидкое отражение друг друга жидкая ну ты тоже не меня я тоже не его но это про другой смотреть это вот такой вот уровень до попсовый когда при отражении друг друге если тебе кто-то что-то сказал на иди это в себе но блин вы можете заковыряться в этом почему вы не разрешаете другому быть в его мире то есть если он что-то сказал то не всегда относится это может быть просто его восприятие это он жирный лохматый вообще он же может быть просто неадекватно не как правило пойти но ты не неадекватный как ну просто он поклонишь только одекватно это опять же оценка принять оценочное мнение адекватности насколько кто адекватный насколько все я адекватно нет никаких критерий критерий только вот все что связано с критериями с правилами это ваше ограничение ваши рамки ваши забор ваши заговоры нигде зачем он становится человек тогда ошибается нет вообще никак не этой рукой чтобы они делали не ошибка это его опыт это его путь это восприятие как он к этому будет относиться тоже другой может одна одни и те же грабли постоянно наступать но это опять же его лоджи ну что ну пусть он не лезьте в его делом поле наступает на ошибку совершать да почему это его путь но кто-то должен быть другие смотрят на него считывают информацию для не может быть это вам для них где-то на месте такая прийти показать через себя вот как вот это бывает это не ошибка это процесс рано или поздно все получится просто делать есть уроки собирают все постоянно ура 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 я давно интересуюсь темой автономии за вами тоже наблюдаю давно но вот два дня никак не могла попасть к вам на встречу вот меня очень интересует вопрос когда человек переходит на автономии откуда берется на эту то есть при питании нормально мы знаем там синтез белков живых углеводов а вот когда человек переходит на автономии как происходит он никогда не придет на автономии что перейти на автономии что под перейти на автономии откуда у него появилась энергия но не бывает такого не листите себе вы сначала идете своим путем автономия случается как побочный эффект это не зависит от энергии это не зависит от вашей усталости в вашем восприятии не всем нужна автономии не цепляйтесь за это я имела ввиду вот как у тех автономов которые уже перешли как у них энергия выработка откуда откуда из себя но ты же есть весь источник энергии вот у меня ребята они когда со мной ездят они в принципе когда со мной ездят они не едят либо там что-то совсем немножечко но им не хочется и как они мне рассказывают они же свои же какие-то выдают мнение какие-то результаты вот если есть слабость вот что вот если такая легкая слабость да что он где же природа сходите погуляйте все вас не будет слабость но это же опять же мы сейчас вот это точечно урывками я даю как бы общее такое да и вы урывками начинаете не нужно все на себе примерять я просто вам говорю что есть вот как результат есть вот это если вы хотите глубже и применить применимо именно к себе выберите для себя что для вас удобно может быть упадетесь ребятами на марафон то есть у меня будет в клубе марафон на 21 день по изменению питания по облегчению если кто-то было настроение 3 идут на шаг дальше кто-то был на малоедение а на шаг дальше кто-то был на редкоедение на шаг дальше таких людей которые у которых в их жизни никакой роли не играет еда они есть я не скажу что много потому что много это опять же в каком-то процентном соотношении нужно говорить да но они есть в моем кругу их тоже очень много то есть у нас нет праздников с застольями у нас какие-то праздники любые праздники они проходят у нас но не знали то в горах куда-то и куда-то на водопады едем там на лыжах покататься там еще что то есть то что приятно для тебя и для тела не надо обязательно что-то впихивать и рассиживать свою зайницу чтобы что там и получается это никакой не солнцеедине как говорят не по наедине это просто своя до внутренней но ты своя внутренняя энергия солнце единым тут вообще другой вопрос если вы я лично я может быть они есть я не спорю но лично я у меня нет знакомых тех кто питаются солнцем но у меня есть те люди знакомы и я в том числе когда изменяется сетчатка глаза и на солнце смотреть на солнце или когда ярко то хочется одевать очки потому что очень сильное восприятие ты видишь ты вообще в принципе видишь насквозь поэтому хочется немножечко как бы когда с темными очками то это ближе к тому когда вы находитесь в каком-нибудь хорошем хорошо освещенном помещении без очков поэтому то что солнце едет я не знаю я могу посмотреть на солнце у меня и другое восприятие но это не про еду это вы поймите что официально уже доказано тоже смотрите не слушайте только таких как там как я да я просто рассказываю свой опыт вы всегда проверяйте на себе проверяйте факты они же есть научно доказаны научно доказано что человеческое тело может через себя проводить и аккумулировать энергии сколько сколько сможет аккумулировать три солнца то есть не вы заряжаетесь от солнца вы можете стать батарейкой для солнца вы поймите насколько вы вообще каждый из вас насколько могучий что вы на вас только держится энергия всей земли на вас вы эти болтики вы эти энергетические болтики и когда вы стоите там на землю чтобы принять энергию от земли блин давайте что поддать эту энергию на что поддать эту энергию то что нужно опять возвращаемся к одному это может это вы должны быть в состоянии благости вы должны быть в том состоянии что вам нравится что вам хочется и тогда вы будете энергии тогда вы сможете отдавать а если вы какое-то унылое говно что вы можете отдать ну что в кредит взяли просто очень много вот смотрю на микрит от автономов это не петли все вымученные ну прям жалко смотреть и думаете плакать думаешь вот это автономия да я не хочу в такую автономию девушка а есть такие люди еще есть но как я таких нет я таких грубиянов точно не вы уникальны вопрос сегодня ночью что сегодня ночью рассмотрели кто-то на истории с я гуляла я много геленджик я были значит утром приехали сюда сколько лет 44 плюс ладно еще вопрос вот ведь мы говорим что там пачки денег да это там цифры это в принципе минут хотя вот многие богатые люди до у которых так ну я да не даже такую практику обязательно раз полгода заходит в банк снимается наличку забирается в комнате но это не визуализация это их вдохновляет и что они еще как они еще могут себя почувствовать значимым кто они вот у меня был на меня приезжал прилетал на ретрит человек он миллиардер я не знаю как это ну так бы но очень богатый человек он может себе позволить как бы ну очень многие вещи и пересчитывать и может раз в год свои миллиарды но он себя то не может найти и когда мы с ним вот это три дня нам нужно было чтобы скрыть его как когда он понял еще что у него происходит он был ну удивлен что он этого не знал что ты все лежал на поверхности он не знал про себя то что он имеет просто это же опять же наполняется через то что он еще может кроме зарабатывать деньги его любят без денег у него есть его круг круг его общения тот который с ним идет на одной волне если у него не будет денег но это редко покончила действительно есть такие люди есть истинно богатые люди которые свое свое состояние получили через любимое дело это другое у них забери все миллионы они через там через какое-то время опять это все сделают и рядом с ними появятся такие же клевые люди потому что с этим человеком интересно но у нас очень много людей которые вот пересчитывают деньги наверное я не хочу всех оскорбить но я не думаю что пересчитывание день представляете это какая муторная работа это сидеть и пересчитывать деньги да я бы с ума сошла а еще ими закрыться в поле насколько это закрыть это кто дольше закрылся тот и богаче типа вы знаете искать не считать типа ты не считаешь они считают а я не считаю просто 8 и пусть найдется вторая половинка и ради нее она ради себя и так далее и каждый день и все больше прокатить это давайте мы же светлана пришли послушать ну да еще раз вопрос значит как я понял к алкоголю и сигарет крайне негативно, правильно? негативно ну мясо я не вижу как можно вообще ну то что как можно убить для убить что-то для того если вам и так есть что есть но вы не умеете от голода но почему он должен своим телом как-то наполнять ваш желудок наполнить вообще использовать вашу туалетную бумагу ну чтобы что для чего этого не вижу я просто даже каких-то меня даже в это восприятие нет как бы для чего это делается тантра мантра ну вы выходите в эти состояния у вас все будет в дух то есть вам не захочется вот этих вот терок то есть вот этот пришел увидел победил ух две минуты разошлись сходили в душ разошлись и все класс и там начали там у того больше у того меньше там это не про это уже это про слияние двух энергий то есть когда ты понимаешь что человек настолько твоя энергия и когда он ты становишься мужской энергией то есть в тебе закручивается в тебе закручивается и мужская и женская одновременно и в нем закручивается и мужская и женская то есть вы делитесь вы становитесь двумя маленькими цельными аватарами в которых есть ровно и мужской и женской и когда вы вот в таком состоянии соединяетесь еще во что-то больше это уже другие ощущения другие восприятия это один плюс 11 без зачатия но это уже без зачатия изучать это уж наверно больше как контролировать это все как бы есть это уже это про синельникова что-то заниматься сексом только для того чтобы а тут надо потрудиться и кому-то принести благо для этого надо делать смотрите второй вопрос тогда если вы занимаетесь сексом вы любите вы хотите для плодотворения но у вас не получается это что было тогда вы себя пойдете журить как бы не получилось значит я получил какое-то удовольствие которое страшно было получить это же жизнь вам тела должны для удовольствия только не для раз разуплотнения себя а именно для познания новых энергий вы же с партнером получаете новые энергии и это не обязательно то есть не обязательно каждому человеку иметь детей вообще я в этом точно уверена не каждый на это то есть не вы родились не для того что обязательно родился там построил дом высадил там дерево породил сына все ты сделал можно идти пить пиво не про это не обязательно каждому человеку рожать ребенка если так все будут думать что только секс нужен для того чтобы оплодотворить детей секс нужен только для того чтобы родить детей а что мы тогда сделаем если у нас тут ну не все такие вот как вы такие все божественны что будем делать с детскими домами это чужие дети для вас если это чужие дети то насколько вы тогда просветленные и божественные вообще но не занимайтесь сексом займитесь и займитесь другими детьми да не спешно сдать вот как мы тебя не обманывались вот пока в отношении отношения к мир она либо нормальная благостные позитивные вот у вас опять ведь есть вас есть критерии нормальная свой чужой вот пока у вас есть свой и чужой пока у вас есть нормально и ненормально вы всегда будете считать деньги каждый день моя иммунная система определяет свой чужой уничтожает конечно потому что вы себя то что впихиваете вы едите не себя конечно у вас будет иммунная система быть божьему опять у вас нет но не факт по крайней мере лейкоцитов которые отвечают за иммунитет я не знаю как сейчас на этот на этот момент времени вот я на эти вопросы сейчас отвечать не буду я на них отвечаю показываю какие-то моменты которые могут ребята сами посмотреть на репритах про уплотнение про разуплотнение кого или чего секс для разуплотнения но если вы идете секс вот ради секса ради того чтобы потереться показать друг другу там но это когда вы себя вставить в очередной раз в очередной раз на смерть на разуплотнение то есть у каждого человека 90 процентов людей вообще стоит программа на смерть поэтому к 90 годам человек как правило умирает не потому что его тело не готовы идти дальше а потому что он уже устал настолько в своем теле это еще один момент но это касается не только секса этого все можно вот это вот это найти состояние когда ты идешь не к себе то есть секс это же не про удовлетворение партнера не про удовлетворение себя а это про единение и когда вот этот понимается тогда и другие процессы если вы убираете механический сон то вы едите выбираете сон механический ваше тело вообще какой-то момент она не справится это это естественный процесс вашего тела чем больше вы облегчаете питание тем меньше вам нужно для перезагрузки тела и в результате у вас вы будете либо не спать либо у вас будет сон такой что например вы внешне видеть все что вы спите а по факту вы понимаете что происходит и в этом мире и в другой сложности находит у меня хорошо когда не ешь и не пьешь допустим какой-то перед целом я стала вы перешли ребят вы не забывайте говорить был такой период вот я не спала вот я не ела два дня и я не спала мы же не про это сейчас вы если вы не едите день 10 дней 20 дней 40 дней вам все равно нужен будет сон это голодание это не автономия это не жить без еды это вы убираете страх смерти через это вы показываете самому себе что я могу действительно существовать без этого вне этого он потом отваривается автоматически когда не нужно будет телу не идите против тела своего не ходите в практике когда который кто-то вот эта практика не будете спать как я слышала не будете спать у вас будет исполняться желание может есть такая какая-то группа которые не спят исполняют желание может это фокусники там маги волшебники не спуны я не знаю можно вопрос правда ли что 80 процентов организм энергии тратить на переваривание пищи восемь процентов твоего ресурса стараться я не знаю сколько процентов но у меня я смотрю на человек у меня нет такого так шкалатка до 80 от утра статус тратить энергию сколько процентов я не знаю но тратит конечно утратом себя же он тратит не на то чтобы делать какие то вещи посмотрите ваши базовые настройки они очень уникальны вы как бы это не было смешно вы можете делать такие вещи которые которых вы только смотрели там в мультиках даже не фильма это все ваши это все ваши базовые настройки новые не открываете из чувства страха чувство страха но за чувство страха она всегда базируется на страхе смерти страх смерти вы забросили себе тогда когда вы начали кушать осознанно все страх смерти заберите у ребенка еду у трехлетнего и он про нее не вспомнит он будет играть займите его игрой он вспомнит вы посмотрите как детей из песочницы вытаскивают покушать от игрушек отрывают покушать еще откуда то есть как правило до трехлетнего возраста если родители достаточно такие осознанные то ну как осознанные смысле этот благости и воздушности да когда понимают вот эти процессы процессы что происходит с телом то они могут у своего ребенка до трех лет он спокойно рассказать как он умер в той жизни он ту жизнь очень хорошо помнит до трех лет для чего это нужно не для того чтобы сказать о а мой ребенок там знает это все это он у меня такой да еще мне говорят да он у меня такой это потому что мы изучали там в таком-то месте силы развлекается по факту вам это для чего нужно мне дети рассказали что у них было происходило в той жизни то есть понятно что ребенок трех лет который рассказывает как его убили как им оружие когда на каком поле он же не читал этих книжек он не видел то есть он он обрисовал то оружие которое никогда не видел я его потом нашла посмотрел какая куха для чего это нужно когда вас убили в той жизни то например закололи смотрите закололи в бок то значит у ребенка что-то будет в этой в этой стороне что-то будет побаливать что-то будет болеть и вывод этот процесс прорабатываете если сожгли кого-то если утопили если там еще что-то вы это вытаскиваете и прорабатываете он принес вот в это воплощение вот этот страх эту болезнь этот паттерн то есть не только мы от бабушек и от дедушек берем наша днк нашей прошлой жизни то она с нами осталось никуда она не ушла и она вас есть это что где вас сколько раз он бывает рождаются там больные совсем люди дети они же рождаются больные потому что они несколько например поколений убивали из одной и той же ситуации убивали и в этой в этом например воплощение они не могут себя проработать они очень больны их тело тянет они не могут вернуться к себе тогда только в этом случае мы помогаем человеку через свою энергию исцелить самого себя чтобы выйти на уровень осознания что было там что нужно проработать он прорабатывает и все болезни уходят тело у нас болеть не может мы сами себе берем то что мы неосознанно не доработали чтобы с нашим делом не случилось в этой жизни практически можно проработать все эти и даже конечно бог речи знания примеры будет заключение не хочу примеру были конечно была девушка которая я занимаюсь она занималась определенным видом спорта все здорово как уже питание меняла это меняла и следовать еще все здорово вот с этой страны все время болеть все время болеть не могу понять что вот когда занимаюсь вот этими вот этим видом спорта и когда мы с ней начали этот разбирать когда она начала вспоминать что она как кем она была она вспомнила что ее закололи когда она бежала именно у нее просто это все ушло таких примеров очень много на самом деле а вы спрашивали его почему но потому что нужно было спросить по-другому нужно было его называть этим именем и с ним разговаривать как с тем человеком хорошо нужно было с ним разговаривать с тем чтобы понять не с этим ваня например называет себя петель спите надо было разговаривать это это же не общая практика вот я сейчас скажу как с ней проработали и вот люди посмотрят слово проработали не обвинять поменять конец ситуации или свое восприятие к этой ситуации все это все сколько конечно вы не можете что-то подложить а вот к материи вот так относится вот допустим там ну там сус говорил что это прах там вуза говорил что это люди там сейчас вашего это волна ваше отношение что это вот и все то же самое все это тот же самый фест если вы за их будете заниматься метафизикой потому что но метафизикой приходится заниматься человеку который как-то как-то углубляется в себя и это уже все научно доказано ребят смотрите научные какие статьи не смотрите вот этих вот гору во первых все знания вас во вторых смотрите где-то научные статьи которые будут как доказательства сейчас уже официально доказано что каждый любой предмет можно извлечь из ничего как бы из воздуха это уже ученые доказали естественное никто не даст это опубликовать во все народе но эти эти факты их можно все равно найти их можно найти вы можете это если мы там физик или еще кто-то либо заморочиться это можно все проверить это же все в открытом доступе ну ладно вот за время наши практики но допустим анастасия говорит вот так вот уровень человек определяется по степени воздействия на материю чем больше степени воздействия на материю чем меньше время когда он по мыслям в материи изменилось тем выше вот у вас я не воздействие ни на что но нет физики все на все воздействие я не говорю что метафизика метафизики доказано так вы можете просто возьмите физику и там все объяснено каждый процесс там объясню как из чего это проявляет если мы говорим про воздействие вообще кто вам дал право на что-то воздействие вы на себя воздействовать не можете вообще о чем вообще давайте начнем с того что вы видели анастасия вот многие начитаются каких-либо книг а потом они стоят как какое-то правило все а вот она сказала блин ну давайте тогда пусть придет давайте поговорим пусть она вот это расскажет ну вот как вы были вот вам интересно про тех людей которых вы вообще даже не знаете вы я вам сейчас говорю вы мне не верите но потому что у вас есть такой как бы не ест ну ладно а чего делали ночи не спит нет ерундац но у вас есть это но все равно это время это маленький процент у каждого и это нормально потому что изначально закладывалось то что человек вообще не может без этого жить и когда мне говорят там да я верю потом через какое-то время слушай меня все-таки сомнение бывает такое что прям хочется или еще что-то все равно это проскальзывает то есть он сначала понимаешь вроде на этом на всем вдохновение да я верю а потом вот ты же мне сейчас говоришь о том что ты говоришь мне о той женщине которую ты не видел никогда нет но мы обсуждаем этого человека которого я не знаю я просто говорю не говорить а ты можно что-то воздействию я ни на что воздействовать не могу я вас учу как вам воздействовать на себя а когда вы говорите что вы воздействуете на кого-то другого ну блин нужно задуматься действительно человек воздействует это только вообще с позволения либо с незнания и как он себя через это топит просто зачем я не говорю что это плохо или хорошо я говорю что у каждого есть такая энергия как никто не я лечу людей я вот и как я вижу это мое мнение что человека какого-то другого вылечить своей энергии она несовместимого как вылечить но у него у самого столько энергии которая протухает и из этого протухали он еще больше болеет вот если ты сможешь ему показать его энергию чтобы он разогнал свою энергию и вылечил себя свои энергии вот это истинность его будет а то что ты ему его что-то как-то вылечит ты себя вниз загнал и его поддержал в слабости то есть это то же самое что человек говорит я хочу хлеб ты ему либо даешь деньги на хлеб либо говоришь вот можно вот так-то заработать на этот хлеб если у тебя берет деньги то него завтра опять не будет денег на хлеб его поддержал слабости уже поставим галочку в своем величии что я такой а вот могу помочь если людям вообще не надо не про это вы сразу же же из правильности празд вы же не видите что я говорим слышать и пришла дайте ему муки и с него есть мука и я помогите ему осознать это не думайте за него когда правил край прибегает с такими глазами а сделай так чтобы не отвязаться проработали с ним это сложно это длительный процесс это он тебя будет называть последними словами а тебе этого не хочется ты же ему даешь деньги для чего чтобы быть хорошим потому что если ты скажешь я тебе не дам денег потому что ты сам должен выйти из этой ситуации ты будешь для него плохим тебе это не интересно тебе это больно тебе ты тебе проще ему дать а если бы ты стал как бы я готов вместе с тобой пройти этот твой путь ты обанкротился ты там еще что-то сделать и заболел я готов с тобой пройти этот путь что тебе нужно вот столько то есть я с тобой пойду эти голодов тебе нужно есть только это я с тобой пойду ты на нуле я с тобой начну с нуля зарабатывает а если не готов даже уровень его в чем тогда вопрос то вопрос то значит отпадает было да мне это и голодание когда ты голодаешь да ты когда у тебя мало сил когда ты думаешь о еде когда ты понимаешь что ты через какое-то время там завтра я закончу голодов там же целое меню у тебя в голове я поем вот это я скажу приготовлю вот это я потом вот это ты начинаешь тебе придумать что это будет полезно для моего организма так это будет вот так автономии тогда просто нет и в своей жизни ну как бы но вы же не видите пластик вы же не думаете насколько было бы полезно съесть вот этот пластик а какой был длительный процесс пищеварения а как бы это было прекрасно как бы может это укрепился был а потом гвозь и начал переваривать что это я в слабости поддерживать я себе рассказывать не буду потому что это сказал на каждой лекции у меня это есть в интернете очень много времени я не буду у меня длительный процесс то есть у меня нет такого что как некоторые ребята рассказывают перешли на неедине они сразу же вот все вот этот открылась бабочки в животе они все так легко меня нет у меня было все это очень тяжело я связала с лекарств тяжелых у меня стояла между жизнью смерти на поэтому я туда пошла у меня были длительные процессы к этому шла 10 лет это нет это не как вот расскажут а вот я решила через девять лет у меня там ушел аппетит а через 40 я понял что я весь очистился уникальные люди я на пинокомбану вопрос бог верит не верит там среди не имеете если сверху но бог это религия же что-то по бог притерии вашего бога что вы меня протокола могу спрашивать ваших притерий чистосет и вот тот кто все состав нет религии тренинг давайте таксил что есть бог что я не говорю что ты как бог то есть это не говорит о том что вы все-таки боги богини все по земле это не помогли это не про это мы вчера говорили об этом что бог есть во всем есть в тебе есть микрофоне есть в убийце и в убиенном есть в любых состояниях тебя где его нет вы очень часто любите прибегать к тому что вот я прошу что-то у кого-то снимая себя просто ответственность я сейчас попрошу я сейчас сделаю этот обряд я сейчас приеду на место силы я сейчас повешу себе сюда какие-нибудь фенечки я себе сделаю какие-нибудь обереги я отращу косу чтобы она там обматывала весь мой рот и все вы все время куда-то пытаетесь слить ответственность на что-то не ищите внутри себя то что можете только вы можете изменить свой мир только вы можете стать богом для себя не для кого-то не кто-то на вас должен смотреть как на бога а вы в себе должны открывать насколько вы вообще это и есть когда вы себя познаете через вас познается и бог потому что вы есть все вокруг да ты не ищешь бога с оружием подожди еще раз еще раз сейчас возможно нет четвертой степени целялись давайте вот это я общей практике то есть вы смотрите вы меня спрашивать о том пути то есть вы спрашиваете же меня не о том что сейчас есть о том что у вас было много-много лет вы же от этого ушли много лет и хотите от меня получить вот этот маленький ответ таблетку нет вы можете записаться и потом может время вот подойдете и сюда иди сюда стрессе на том уже она вам все расскажет можно вопрос ну это даже не вопрос а получается царство бога говорил сус не снаружи а внутри мы его ищем просто вот смотрите есть даже анекдоты какие-то детские анекдоты что там будут 22 брата да один позитивный другой ну там негативу одному там подарили там говно от лошади а второму лошадь вот кому лошадь подарили готова лошадь подарили пока то на маленькой этого цвета одному другому здесь было лучше внутри что у вас внутри ваш мир это вот это рек транслятор того что вас внутри научитесь считывать себя научитесь быть богом для самого себя без перекладывания ответственности на внешнее на любой внешне проект ответственности с и рукой и у меня поменялась жизнь осознание того что ты говоришь вопроса нет просто очень я думаю очень благодарен тебе что делаешь и понимаю людей я на их месте тоже был ну наверно тут будет не особо легкий да будет так просто может идти по серпантину а отсюда поднимаются подъемники я уже об этом говорила да давайте я расскажу в двух словах смотрите первое что ребенок делает это молозиво сначала он пьет молозиво молозиво это это как масло и каждая мамочка знает что после того как молозиво три дня вот молозиво это вот подсасывает потихонечку у него идет очистительная система то есть он вычищает весь организм от околоплодных вод от запеченной крови которая там в плаценты остаться всего то есть у него идет черный кал это даже не кал а это идет именно вот чистка с чищение с чечения организма это не да после этого материнское молоко это же не еда это когда мать ему говоришь твой мир тебя любит вот ты испугался смотри у нас с тобой есть вот это единение когда нам показывает через сосательный рефлекс где у нас формируются зубы зубы ретранслятор вибрационного пути через который вы будете потом доносить и принимать вообще там пройду слова нигде нет это вы уже что если молоко это не вода это не да и все и вот сначала это вообще не про это почему раньше очень долго кормили грудью не потому что были мамочки такие вот какие-то очень замечательные а потому что это было признание ребенка каждую минуту его существования в этом мире что он здесь он здесь нужен у него нет здесь страхов любой страх ты можешь в материнской ауре все это все это убрать все вы посмотрите вот если женщины меня к нему когда ребенок сесет грудь вы когда-нибудь обращались каким он взглядом ты на него смотришь и понимаешь что там целая вселенная и ты понимаешь что он твой учитель не ты его там все про другое не думать и не кормить ребенка начните с тебя вы говорите мясоеды а как не кормить ребенка никак вот когда у вас будет нет уже второе и третье поколение вы сможете не есть если сможете тогда вы уже будете знать вам не нужно будет это спрашивать у меня у вас вас эти знания откроются давайте мы не будем себя сравнивать с животными у вас это прям любимое дело особенно встречаясь мужчин да и они говорят о меня тигр я ли я при чем здесь как вы можете вообще не кормить ребенка кормящие люди как вы можете не кормить ребенку почему ставить эксперименты на дети почему вас вообще возникает этот вопрос так начните себя почему здесь дети ребят давайте мы не будем обсуждать кого-то все закрыли тем начните себя вам да вам да я же объяснила как если вы воспринимаете его так то значит у вас сейчас такой путь это ваше восприятие и она не хорошая неплохо это ваше восприятие ваш мир и он просто такой и все потом у вас будет возможно сменится восприятие возможно станется то же самое смотрите если мама была на еде он через плаценту получал эту еду в жидком виде он уже интоксика у него уже интоксикация выбирать а чё будет интересно так а как он умрет а сколько он будет вообще в конвульсии что вообще за интерес у вас какой еще раз начните с себя когда вы будете на таком образе жизни если будете тогда у вас не будет этих вопросов и по отношению к своему ребенку тоже если один кто-то ест или не ест а второй родитель ест как вы можете ребенка опять же нет это нужно настолько вот быть внутри вот этого процесса церемонт тема сменить . бы вот от чего мы двигаемся а к чему мы идем . по его почему мы идем а вы на чему-то идти ну вот пути который просто будет это путь да ты ставишь . бы это представить точку смерть и смотрите ребят если вы ставите девочки если не интересно потому что у нас пишется у нас потом в процессе на интерес смотрите когда вы ставите точку любую . это это разнозначно что ваша жизнь от даты до даты ваша жизнь это просто тире от даты рождения до смерти а знаю какие примеры когда вот на копы миллион там не пил не ел как-то умер все вот всегда если вас идет . есть цель и эта цель она должна быть какой-то внутренней она внутренне который вы идете это про другое но когда вы говорите мой мой моя жизнь заключается вот в этом и вы понимаете где вашу предназначение многие говорят там еще что-то и ставит вот это вот предназначение вот сюда вот во голове стала вот это ваша ваша . отчета смерти уже прям вот такая если у вас есть путь с какими-то своими достижениями со своими целями со своими благостями это путь вы можете поставить то есть это же не говорит о том что не ставить цели но это должна быть цель которую вы ставите то есть вы сформировали что вы хотите поставили сюда мыслью оставили и вернулись состояние до мысли и идем наслаждаемся идем наслаждаемся и делаем действия всегда через делание нам тело дано для делания всегда справи ответственности с руки что я еду гордо старый оскол и потом я поеду дальше дом поеду на море он нам она море надо хочу на море построить дом а потом вы там своим центром и пойти дальше и очень мочи конечно все все в мае могу пока еще один человек дошел или как бы все слушали там что приняли вам это зачем вы хотите на себя примере статистики статистики нет и я и озвучивать как не готова ребята кто хочет они сами по себе я очень много отзывов на канале которые рассказывают что они получили ладно какой-нибудь ученик вас перегнал у меня нет учеников я же никого не учу я же не учитель я ж не буру я такая же как вы я просто рассказываю свой опыт свое видение процессы и все вот выйти из этого колеса сансары можно нужно ли нужно видишь конечно нужно как и зачем вы уже понимаете насколько вам здесь комфортно здесь комфортно вы сами смотрите какая ситуация для вас более более благостная но есть мнение что мол если не есть я думал что вот там надо быть ангел духовных наставников к этому ну духовных наставников это опять же про что то есть вы поделили кого-то что кто-то больше кто-то меньше я же знаю не больше вас просто я могу про это сказать по-честному а вы еще не открылись именно поэтому я вас скрываю чтобы открыть ваш космос вы каждый больше шире и глубже чем я я просто ваш триггер я просто вас скрываю чтобы посмотрели какие вы выше тебя никто не знает вот вы каждый сидите в каждой сидите в коробочке коробочке благости вы снаружи разрисовали любовь морковь там счастье благость сейчас зарядиться это самая коробочка любовь и благости а внутри вот этот не пускает это это тоже как почему вы с собой не делитесь то он считал на это право что под вашей глубиной вашими знаниями и вашей этой мощи не делиться кто он дальше такой право кому она нужна ладно тут в случае с коробочкой здесь надо быть и никого коробочкой но и выходите зачем она зачем эти ограничения сечка выгодничка там трутся коробочка 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 то есть помимо нас есть это успокаивает да сейчас в нашей жизни цивилизация другие на планете так же как и мы ну ладно а не осознанно ну пока не осознанно так же пока не вас то есть мы друг друга нужны контактеры но давайте я про контактеров не буду меня там другое мнение насчет контактеров поэтому я не буду здесь изучен я про него рассказывала два дня ребят это будет сегодня винтики большого механизма часовых дел мастер делаешь так что меняется и у вас все меняется ваш вас тоже меняется когда вы осознаетесь ваши клеточки стаблась становится прямо вот вы сидите вот так давайте образно скажу вот вы сидите я вижу каждого где клеточки то есть вы когда рождаетесь почему ребеночек рождается он светится потому что у него каждая клеточка в своем пазлике стоит а потом они вот эти вот пазлы как вот скручивается еще что-то начинается клетка на клетку поэтому она светится не может он прижимается там еще что-то своими за своим образом жизни вы вот этот вот себе все это тут скручиваете и когда вы начинаете идти к осознанию себя не кого-то не какой-то вселенной не там познание бога из вне внутри когда вы идете на внутри к себе у вас они прям застраиваться просто на место расстал на место каждый момент времени не натальной матрицы я не знаю что такое я и для тут я и знал что у меня смотрят эти вот умные там как вы относитесь к пятому измерению как вы относитесь до двадцатым там я я не смотрю вот эти никакие за теоретические паблики там еще что-то вот смотрите я вам рассказываю те вещи как через которую вы можете раскрыться а вы все время хотите познать то что вы вообще не сможете даже прощупать этот о чем вы вы всегда уходите от себя я сейчас буду вот это познавать это так значимо а по факту если признаться себя по-честному просто вы ходите от себя себе ковыряться тяжело потому что когда начнёшь себе ковыряться когда начнешь друг�е а слушай а вот это вот у меня не получается не потому что кто-то потому что я это не спел это мне не получать не потому что кто это потому что я такое и когда ты себя принимаешь полное вам иfol и что ты вообще ничтожество только из-за этого ты можешь начать себя по-новому формировать тяжело проще же начать а вот я познал этот я съездил к этому гуру я пробыл там в шраме столько-то я там был вот этого и что в тебе изменилось я познал вот это или там я познал вот так вот и и он ездит там на перекладных там на трамвае где-то там против за него что-то там заплатить купить еще что-то но весь такой вот божественный вот я уже так утрирую всегда не надо там а кто-то там а вот кто-то там написал вот а вот в этой книге сказано вот так вот ребят пусть вам будет скажу что у вас вашей книге сказано отече интервальное голодание но очень хорошо для нашего организма да это когда большими длительная до 14 14 16 часов 16 на 8 до 14 ему хорошо ночи 16 до каждого свет я пушусь к этому очень хорошо я считаю что-то вообще один из правильный прием пищи наверное это для нашего тела будет вполне достаточно альтернативное голодание можно да конечно к этому можно постепенно переходить на себя чтобы заняться с собой внутри вы отвечаете свои оболочки чтобы заняться рюкзак этих всех нужных лет чтобы потом перейти на сокопитание соковое питание я бы не мер я к мер вот ну я бы даже в пример не стала ставить соковое питание ребята что такое сок во первых это чистая глюкоза сахароза которая без клетчатки которая вас ваш гормональный фон через поджелудочную железу просто начнет вот так вот пресать и месяцев через шесть как правило если вы не перейдете на какое-то другое вы ваше тело будет идти на разрушение то есть соковое голодание это хорошо когда какой-то не длительный процесс для чего-либо но жизнь на соках но я лично не встречала вот описываются может быть еще что-то но я лично всегда утром не приходили люди после семи месяцев сокового года с такими срывами с такой поджелудочной что там просто гормональный фон там я не знаю беременная женщина там просто отдыхают рядом овощные соки ну сок это это временное без клетчатки зачем вам если вы что-то уже употребляет тогда лучше все-таки наверно травы тратова это это лучшая вода если говорить что в одессе которому не можем там из источника ауринотерапия мы свою воду я свою помойку в себе помойка ну а чем отличается в иринотерапия от халатерапии чем она отличается не слышал но если у вас идет слив старешние ну конечно это я так воспринимаю как бы зачем то что из вас вышло лишнее зачем это в себя это не так структурирована дату пошла через тело там очистить почки ну и вот вышла вот уже на посмотри что выходит и вот просто разбившись вот эту вот нашу систему и она почему выходит что там и пытался идет очистка так лимфа конечно и обратно и вы если кому-то хочется кому-то вкусно и приятно то пожалуйста я не против я сказала свое восприятие дальше нет смысла это растягивать все свои восприятие сказал это есть 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 лучший вариант приходите на марафон этом все объясню я там буду все давать и на это потому что сейчас смотрите я сейчас это скажу мы выложим эфир и у меня опять будет за час минимум 100 сообщений светлана вы там упоминали про вот эту траву напишите мне пожалуйста он онлайн онлайн до марафона онлайн когда удобно тогда и смотрите вы хотите присутствие на эфир отлично тоже рассказать антипорезикарте чистое фруктоедение у как мы без вас смотрите что первое появилось вообще что самый большой очиститель на планете листья трава листья нет ну в принципе да трава листья вообще самый большой очиститель кислорода это водоросли но это тоже трава на траву просто которая в воде и когда вы отказываетесь от травы от начального и я туда плода это насколько вы себя завысили что вы можете есть только плоды уходя от этого и это опять же это же фруктоза сахароза это ваша поджелудочно это ваш гормональный фон насколько вы готовы с ним и так вот справляться насколько вы готовы дать телу все что вы можете да это отлично я сейчас это рассказывать не буду это я в марафоне депривация с на этом расскажу почему и как это влияет на нас и что мы будем делать и что это будет влиять и все это я скажу я сейчас понимаете если я сейчас это буду говорить это будет точечно это это из контекста выру и все а там я буду просто рассказывать просто у нас сейчас не хватит времени а грибы как-то отмечется грибам которые есть грибы я никогда не помню вообще все грибы это не на кто-то для изменения сознания если ты не можешь прийти к своему измененному сознанию если тебе нужен какой-то помощник что ты тогда ешь что ты есть в этом мире гриб нет обыкновенный виду подошли ну это то же самое мясо это же целый мир на теме взрослым взрослым 40-летним делать ну это поддержание слабости и опять же ты ты никакой для себя ты никакой даже для самого себя и хотя бы здесь я буду для себя значим прикрываясь тем что я помогаю такой помогать нет я не про вас я вообще говорю что это под помогать и что вот я на я справляю но тоже слабости поддержания слабости то есть ты настолько своего ребенка не уважаешь ты настолько в него не веришь что он вообще этих денег не заработает что ты будешь на ты же ты же никчемный давай я тебе да ну чё ты можешь деть что ты вообще без меня занимать это вдох вообще сразу же энергетических долг занимать детям но есть смотрите есть разные ситуации давайте мы не будем касаться те ситуации когда например там попали в больницу там что-то случилось там такой если мы этого не касаемся мы видим что просто дети не умеют распределять свои финансы просто протирают это ты занимаешь это то же самое не надо только если какие-то экстренные ситуации ты понимаешь да вот сейчас вот это нужно только без вопросов а так нужно детей подготавливать то есть у меня и дети они они зарабатывают они знают что приятно делать приятное кому-то чтобы сделать приятно это не до моей деньги нужно делать это на свои нас на свое энергетическое поле причем сейчас у детей столько возможности это делать с любого возраста да почему подключен не по поддает он комната это парень умеет давайте к нему оборудить тормоза потребляет старший ребенок он например начал зарабатывать свои первые деньги во втором классе причем таких хороших он в гараже делал из дерева он очень любит по дереву работать он из дерева делал этот оружие всякие которые очень модные в в играх делал их и продавал выпиливал бы струги вода потом на двину понравился регально он начал делать оригами у него там по девочки заказывали мы каких-то разных зверушек букет и там еще что-то он делал точно также продавал это не обязательно что-то там в интернете или что-то счет с любого возраста можно если ребенку дать возможность понять что ему нравится через тело что ему нравится делать я к ним не отношусь нужны ли они ну вы будете выкинуть из процесса то что уже есть процессе вы себя богами то не чувствуете опуститесь на землю умеете правильно распределять те ресурсы которым вам даны в пользование залипать в это вот правильно правильно пользовать ресурсы которые вам даны правильно для себя и для своего тела все можно только в меру да или для благости своего тела то есть вы начните сначала чувствовать себя и тогда вы поймете что для вас ваша мера не рамки меры а для вас для вашего тела что все это сказал о том да я решил что вот хватит не знаю вообще ребят воды лучше ее трансформировать под себя в себе все остальное это редко когда вы можете можете себя убедить что у вас там хорошо вы можете еще что-то но вообще ее нужно подгонять под себя в себе в себе какое какая бы вода не было вы ее пьете и вы уже когда когда она у вас выпадает вы очень четко понимаете как вы ее структурируете на данный момент то есть не спеша пьем и прожелые до мягкого состояния она и так мягко не переживает ну как бы через зубы проводя ее ну не особо вы заморачиваетесь но чаще всего вы заморачиваетесь за то чтобы уйти от себя не осознавая это я поставил 10 там фильтров очистителей я там засушил намариновал там засолил еще каких-то там фруктов овощей и зелень я там вот это здесь вы просто делаете себе делание которое бесполезно чтобы уйти от себя было меньше времени на самого себя вы в любой момент можете прийти хоть зимой хоть летом и поесть того что есть любых дикоросов неважно в каком я жила на урале я знаю что дикоросы можно найти те же те же веточки там сосны маленькие берете размалывать это тот же самый дикорос это великолепно то есть можно найти столько всего что зимой или про лето я вообще не говорю но вы настолько забрать этот я за замариную засолю за там на зиму вот это вот я дядя да не умрете вы зимой с голоду еще блин никто не вы просто опять уходите от себя вот этими всеми процессами я вам ответила на этот вопрос родниковая вода течет для тебя для омывения не для тебя с чего ты взяла что она такая а я сейчас буду копить полезный элемент потому что ко мне придет маша вашей наташа вот им нужно и я сейчас вот для не буду вся вот такая бить ключом любая вода великолепно по своей структуре она принимает структуру ту которую ты ее посылаешь не через благость либо через злость она принята тебя все что угодно любая вода и мы все из воды состоим то есть мы с вами есть вода можно так сказать а еще вопрос вот сейчас нам говорят сознание подсознание про связь с сознанием на новый уровень как вообще вот связь с сознанием как вы это себя понимаете что это такое ну есть и сознание и подсознание и надсознание конечно это есть это очередные грани и ступени вашего вашего восприятия у вас есть связь ну а куда же она делась у меня же даже с вами есть связь и вы говорите о подсознании внутрь себя спрашиваю когда я как наладить с собой у вас она есть связь это хотите вы это замечательно не хотите это уже другой процесс вы всегда если находитесь с человеком который может вас провести к вашим подсознанием вы всегда туда доходитесь это что значит он вам какой-то мостик проложил нет он у вас всегда есть просто вы туда не лезете вы туда не уходите потому что вам это неудобно как только вы туда и уйдете вы понимаете где вы себе наврали вчера позавчера сейчас вы думаете где он опять что ли как так вроде старался по честному нет я не вру я вот по честному ну а там методология какая ну вы хотите опять же все в рамке вы хотите выйти из рамок опираясь на рамки вы хотите выйти из своих границ опираясь на границы чего-то но это же бред приезжайте на рекрифт и там будут другие процессы ребят у нас осталось 10 минут поэтому у кого-то если есть вопросы какие-то важные которые вы не задали можно сейчас это сделать да просто мы уезжаем сразу рак рак что такое рак не знаю а у меня вопрос про ваше отношение с вашими родителями там общайтесь с не общаемся как они вас приняли и как вот вы их уважать понимаете про ваше отношение я приняла вопрос я вообще в принципе изначально в семье была непривычным человеком изначально и я это все пишу в своей книге я прям вот распишу как и что вот эти вот все состояния свои детские вчера немного про это затрагивала я в принципе была таким своеобразным ребенком всегда и они меня всегда принимали они меня очень любили родители сейчас их нет в общем принятом понимании жизни мы с ними на расстоянии мысли мысли какой мысль они здесь куда ты мыслишь мысли вообще убираете ребят мысль это то что вас всегда откидывает либо назад либо вперед либо уже в несуществующее прошлое либо в несуществующее будущее научаетесь жить в процессе тогда вам не нужно не нужно будет цепляться за мысли тогда вы будете в процессе жизни всегда в процессе самого себя это легкий путь это легкие это не надо думать что как вы сидите напрягаться как мне сейчас избавиться от мысли ну просто не мыслите и а эмпатические сессии это система вы говорили вчера да везде принято что она выводящая да вот клеток все выводит а вы говорили что что она питается клетками чтобы вывести она их питается что она выводит из себя но он же выводит мертвые клетки но он не распознает у него нет такого так это живая обратно возвращаемся следующая станция ваша лимфатическая система питается всем живым что в вашем организме это клетки потому что вся грязь скапливается как правило в клетках кишечник выводит свою грязь лимфатическая система свою почему так под не не пахнет потому что она перемалывает это все через клетку дайте совет советам 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 никакие гуру никакие учителя никто вас никогда не вскроет они вас всегда уведут от вас они не могут знать и чувствовать что происходит у вас на данном этапе нет могут знать и чувствовать определенный момент но то как вы раскрываетесь это все есть вас найдите себе просто того человека временного который вам резонирует который который вы понимаете что вы через него можете выпрыгнуть выпрыгнуть состояние самого себя потому что весь мир вся глубина все ответы вообще вся жизнь только в вас самих идите всегда за собой спасибо спасибо всем спасибо спасибо спасибо